Сегодня мы будем готовить салат. Самые простые ингредиенты – овощи, зелень, сыр. Но сколько существует видов растительных масел, столько существует вкусов у салатов. Итак, сегодняшний наш выпуск посвящен растительному маслу. Мы сегодня рассмотрим два масла, на которых можно жарить, тушить. Это масло авокадо и кокосовое масло. Остальные масла подходят для заправки салатов, для заправки каких-то блюд, для маринадов. Катя, огласите весь список, пожалуйста. Что у нас на столе и какова может быть область применения того или иного масла? Вообще практически во всех маслах есть, конечно же, жиры полезные, омега-3, омега-6, где-то есть омега-9, а также витамины всех групп. В каких-то маслах есть витамины группы К и Т, очень редкие. По вкусовым свойствам все масла разные, у каждого свой оттенок. Многие масла обладают ореховым привкусом. Какое-то масло горчит. Например, у кунжутного масла у нас здесь представлено одно рафинированное, другое нерафинированное. У кунжутного масла такой восточный, придает восточный оттенок всем блюдам. Льняное немножко горчит, кто-то любит, кто-то не очень, но у льняного очень много полезных свойств, поэтому его рекомендуют вообще употреблять как профилактику каких-то там заболеваний. И, насколько я знаю, отказываться от употребления масла нельзя, поскольку витамины, которые мы получаем из овощей и зелени, они лучше проникают в наш организм именно благодаря тому, что мы употребляем масло. Да, они лучше усваиваются. Наш организм не будет функционировать правильно, если будет нехватка жирных кислот. Поэтому масло в нашем рационе должно присутствовать. Продукт номер один. Просто нужно выбрать свое. Это масло тыквенное. Помнится, мы готовили из тыквенной муки, был такой специфический, немножко горьковатый, какой-то терпковатый вкус. А что у масла у этого? У масла тоже есть свой определенный вкус, но тыквенное масло рекомендуют использовать для выпечки. У этого бутылечка удобный дозатор, то есть он брызгает, соответственно, на какую-то свежую выпечку, на десерты даже рекомендуют использовать. Это придает определенный такой чуть-чуть пикантный вкус, да? Масло рыжиковое. Масло изготавливается из семян, которое называется псевдолен. У него нет такого горьковатого привкуса, как у льняного масла. То есть оно очень мягкое. Также подходит для салатов, для заправки, для маринадов. Масло авокадо, смею предположить, что оно обладает таким травянистым вкусом, поскольку сама эта культура, она такая маслянистая, но с другой стороны есть вот что-то такое прям зеленое, прям такой холорофил ощущается. У масла авокадо ореховый и травянистый вкус, то есть в принципе вкус авокадо. Это масло считается самым высококалорийным. И масло конопляное. Вообще я стала замечать, что в последнее время к этому продукту повышенный интерес. Видимо, не так давно начали производство. Хотя, насколько я знаю, на Руси это была культура номер один, да? И много чего из конопли производилось. Ткань и, собственно, продукты. Что можно сказать теперь о нем в контексте ПП? В контексте ПП это, да, действительно самое традиционное масло было на Руси. У конопляного масла очень приятный вкус. И оно усиливает вообще вкусовые качества блюд. По полезным свойствам содержит, опять же, все омеги. Омега-3, 6 и 9 в очень сбалансированном сочетании, которое хорошо усваивается. То есть, если вкус усиливает, это значит, что оно приравнивается к знаменитым усилителям вкуса искусственным, но только это натуральный. А каких-то вкусовых характеристик, таких ярко выраженных там ароматов? Как у всех масел есть такой чуть-чуть ореховый. Почему-то вот у всех масел есть ореховый привкус, но тут вот приятный такой, нет горчинки. То есть, очень комфортно по вкусовым качествам. И какие-то виды можно подвергать тепловой обработке? Ну, то есть, практически все, а какие-то нельзя. Тепловой обработке, наоборот, лучше большинство масел не подвергать, потому что, если это масло холодного отжима, то оно теряет свои полезные свойства при высоких температурах. Единственное, что на горячие блюда можно добавлять, допустим, рыжиковое масло, кунжутное, тыквенное. Остальные лучше все-таки использовать для заправки, ну, либо в кашу льняное масло. Ну, и теперь вопрос на засыпку. Из какого масла мы сегодня будем готовить салат? Я предлагаю все-таки попробовать наши традиционные конопляны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, и теперь заключительный аккорд – заправка оригинальным конопляным маслом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такая вот масляная история у нас получилась сегодня. Кстати, далеко не все виды пищевых масел мы сегодня представили. Существует еще огромная линейка ароматизированных продуктов, то есть когда на основе оливкового или подсолнечного они ароматизируются, допустим, трюфелем, зеленью, какими-то травами. И это тоже придает блюдам отдельный вкус. Ну, в общем, пробуйте, экспериментируйте, и пусть ваше питание будет полезным, правильным и вкусным. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА